Шествия и медитация со свечами. Так, в десятках стран мира отмечают 25-летие со дня одного из самых массовых мирных обращений к властям в истории современного Китая. 25 апреля 1999 года 10 тысяч человек вышли к правительственным зданиям в Пекине, чтобы попросить власти прекратить внезапно начавшиеся гонения на приверженцев мирной духовной практики Фолуньгун. Это было первое в своём роде широкомасштабное мирное обращение в условиях коммунистического правления, и тогда оно поразило весь мир. Это район Флашинг в Нью-Йорке. Здесь проживает самая большая китайская община в США. В том числе, здесь много тех, кто был вынужден уехать из Китая из-за репрессий. Местные практикующие Фолуньгун проводят масштабное шествие, напоминая людям о событиях 25-летней давности и о том, что гонения в Китае продолжаются до сих пор. Сунь – один из тех, кто участвовал в том обращении к властям в 1999 году. Вспоминает, что там царили спокойствие и порядок. «Практикующие мирно сидели и стояли. Когда мы уходили, то всё за собой убрали, поскольку хотели оставить после себя хорошее впечатление у жителей Пекина». Фолуньгун, также известный как Фолуньдафы, – это система самосовершенствования, основанная на принципах истины, доброты и терпения и медитативных упражнениях. В Китае она массово распространялась с 1992 года. За семь лет по ней стали заниматься более 70 миллионов человек. Цзянзиминь, который в то время был главой китайской Компартии, увидел в такой популярности опасность, и обстановка в стране стала накаляться. Начались первые аресты. 25 апреля 1999 года около 10 тысяч практикующих Фолуньгун со всего Китая приехали к зданию Государственного бюро по приёму жалоб и обращений в Пекине с призывом к властям восстановить справедливость и вернуть людям среду для свободной практики. Прежний премьер КНР Чжунзи выслушал апеллянтов, пообещал освободить арестованных и уладить вопрос. Однако через три месяца китайские власти развернули широкомасштабные репрессии против Фолуньгун. И по сей день они включают незаконные задержания, пытки и, по данным правозащитников, даже насильственное извлечение органов у живых людей. Парад на улицах Нью-Йорка и его посыл впечатляют многих прохожих. «Я вижу, как светятся лица практикующих Фолуньгун. Они такие спокойные. Я поддерживаю эту мирную организацию. Надеюсь, когда-то увидеть такой парад Фолуньгун в Китае». А это Япония. Парад Фолуньгун проходит по историческому центру Токио. «Я впервые вижу такой парад. Свобода вероисповедания – это базовое право человека. Но практикующие Фолуньгун в Китае не могут свободно им пользоваться, что очень прискорбно». А это уже Лондон, Великобритания. Гу Синчжен занимается Фолуньгун много лет и недавно переехала сюда из Китая. «Более чем за 20 лет я натерпелась столько притеснений, что уже сбилась со счёту. Мне тяжело говорить об этом. Сколько семей разрушили, разбросали и раздробили». «Мы хотим показать миру, что Фолуньгун – это очень мирная, хорошая практика. И совершенно несправедливо, что Компартия Китая всё ещё преследует Фолуньгун спустя 25 лет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова